Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас ТОП-5 самых лучших кузовов от BMW. На пятом месте у нас кузов Е34, модификация кузова BMW 5 серии, который выпускался с 1988 года по 1996 год включительно. Всего было выпущено 1 миллион 333 тысячи 412 автомобилей, из них 124 тысячи 656 универсалов. Автомобиль был выдержан в стиле традиционного BMW, но в то же время содержал в себе современные технологии. Покупали ее больше не адвокаты и врачи, а очень конкретные личности. Набравшие власть чиновники и серьезные бизнесмены тоже любили эти машины, но все же чаще станированная BMW была неприимлемым атрибутом криминальных воротил. Благо сочетание ходовых характеристик и прочного кузова, комфорта и престижа позволяло. Качество отделки традиционно высокое, хотя все годы нормальным считалось на машине такого класса иметь механические стеклоподъемники и ручное управление климатическим устройством. Неужели еще остались на рынке живые экземпляры? Это весьма почетная модель с явным криминальным имиджем. Как иясняется, да. Причем во многом благодаря невероятным желудческим моторам, способным без всякого увеличения пройти миллион километров и более. На четвертом месте нашего рейтинга кузов Е60. Модификация кузова BMW 5 серии, который выпускался с 2003 года по 2009 год. Предшественником данного кузова был BMW E39. В 2007 году произошел рестайлинг. Всего было реализовано 1 миллион 96 тысяч 444 седанов и 263 тысячи 426 универсалов. На версию M5 устанавливался двигатель V10 объемом 5 литров и выдающий из 507 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 за 4,7 секунды. В Е-сегменте это был настоящий прорыв, потому что эту модель оснастили настолько функционально, что ее внешний вид и великолепные технические параметры поражали даже экспертов. Все механизмы контролировались электронной системой, которой авто было просто напичкано. На рынке поддержанных автомобилей пятерка в кузове Е60 имеет большой спрос. Дизайн, созданный Крисом Бэнгом, не всем пришелся по душе. Однако автомобиль стал самым продаваемым кузовом BMW в то время. Дизайн кузова стал не так агрессивен, как привык его видеть фанаты марки, но очень красив. Можно по-разному относиться к BMW Е60, но ее пример абсолютно чутко доказывает, что массовый автомобильный хай-тек востребован и неплохо продается. Ведь этот наполовину алюминиевый автомобиль, несмотря на огромное количество своих недостатков, связанных с высочайшей сложностью исполнения, очень популярен. На третьем месте нашего рейтинга кузов Е38. Е38 это представительский автомобиль компании BMW. Дебютировал в июне 1994 года, сменив второе поколение семерки Е32. Модель примечательная тем, что BMW впервые установила в своей автомобиле представительского класса дизельные двигатели. Модель выпускалась до конца 2001 года. Как и странно, именно BMW, всегда стоящая особняком в своем классе, причастной в тени вечного конкурента Шутберда, оказалась наиболее востребованной на вторичном рынке. Когда зовут червы не наемный водитель, а фанаты трехов машин. BMW Е38 предполагает исключительно комфорт, превосходные ходовые характеристики. Затем, в которой машина может чувствовать себя на седьмом небе, но надо отдавать тебе отчет, что дешевый седьмой бумер как покупка, так и в обслуживании не будет. Единственным кузовом Е38 был седан, но двумя вариантами колесной базы. 2930 и 3070 мм. Объединенной версии можно было заказаться с двум двигателем, кроме 2,5-литрового и 3-литрового дизеля. Единственный рестайлинг состоялся в 1998 году, но если изменения в интерьере и экстерьере можно считать косметическими, то внутри список измененных узлов внушительных. Многие запчасти по двигателям и подвескам не подходят старым. Сейчас при покупке расстоятельно рекомендуется ознакомиться с базой знаний по Е38. Это позволит вам не только получить представление о том, во сколько обойдется ремонт, но и о том, что машина может быть уже уколхожена. На втором месте нашего рейтинга кузов Е39. Модификация кузова BMW 5-й серии, который выпускался с 1995 по 2004 год включительно. Пришественником данного кузова был BMW Е34. Изменения в дизайне были значительными. В целом кузов стал менее угловатым. Фирменные двойные фары были закрыты общим плафоном. Акантовка решетки радиатора приобрела более округлую форму. Е39, пожалуй, самая популярная пятерка BMW. Кузов стал немного больше, на 55 мм в длину, на 23 мм в высоту и на 49 мм в ширину. Салон автомобиля выдержан в традиционном стиле. В первое время автомобиль оснащался 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 150 до 193 л.с., а также дизелем. Но в 1996 году появились BMW 8, 3,5 и 4,4. В 1998 году появились M-серии с объемом 4,9, мощностью 400 л.с. BMW Е39 стали первыми в мире серийными автомобилями с легким шасси на основе узлов из алюминия, что позволяло снизить вес подвески на 40%. Кузов Е39 назван одним из самых удачных как в плане ходовых качеств и кузова, так и в отношении линейки применяемых моторов. Это не может не радовать владельцев этой модели, а также тех, кто собирается покупать эту машину на вторичном рынке. А на первом месте у нас кузов Е46 появился в 1998 году. Кузов Е46 был разработан под руководством Криса Бэлла. Универсал и купе вышли в 1999 году вместе с трансмиссией Стептроник. В 2000 появился кабриолет ЕМ3. В 2001 начали продавать трехдверные хэтчбеки. Также в 2001 году произошел рестайлинг. Машина получила от новой фары, банкера и более мощные двигателя. На всех рынках Е46 появился огромным успехом. При разработке новых машин среднего класса производители ориентировались именно на эту модель. Рекордом для модели стал 2002 год, когда по всему миру было продано 561 249 машин. Всего было выпущено 3 266 885 всех модификаций. МВ3 серии в кузове Е46 стал наиболее популярным поколением трёжки во всем мире. У этого автомобиля длинный ряд достойств, благодаря которому он получил преимущество при ближайшем компренте Mercedes Audi. Например, по уровню управляемости и комфорта он задавал высокие стандарты для своего класса. Большинство владельцев считают, что по таким параметрам он не уступает своим старшим братьям. И 5-й и 7-й серии в обслуживании трёжка получается более экономичным. Не составляет туда найти запчасти. В итоге, в нашем рейтинге ТОП-5 боевые в кузове Е46 безоговорочно становятся победителем. Этакий, но затратный в обслуживании вариант, в отличие от старших братьев, но не уступающих в популярность управляемости и комфорту. Вот и всё, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!